Сегодня у нас 176 выпуск «Открытые политики» и он должен быть очень интересным, потому что на прошлой неделе в Республике и в Уфе произошло очень много необычных, ярких и важных событий, о которых мы сегодня будем рассказывать. В первых строках, конечно же, события в Белом доме Республики Башкортостан, в руководстве, в правительстве, в администрации главы. И речь пойдет о Ренате Баширове, первом заместителе руководителя администрации главы Республики Башкортостан, которого якобы, как будто бы и может быть, увольняют с работы, увольняют с его должности. Ну, во-первых, начнем с того, что в середине недели разнесся слух, а потом и новости о том, что Ренат Баширов уволен со своего поста, как бы смещен и выгнан из Белого дома. Не успел шепот об этом еще замолкнуть первоначально, и как все подконтрольные Мурзагулову негосударственные СМИ тут же опубликовали эту новость. Ну, надо сказать, они поторопились. Характеризуя Рената Баширова как ближайшего соратника и, в общем-то, кстати говоря, родственника Радия Хабирова, эти издания с восторгом писали о том, как Радий Фаритович наконец-то принес в жертву столь дорогого ему и его сердцу сотрудника, но, как говорится, в угоду справедливости и здравому смыслу. Но нет, не случилось. К середину дня стало известно, что Ренат Баширов остается пока на своем месте, а на следующее утро даже опубликовали его очное или заочное, я не знаю, но где Ренат говорит о том, что он работает на своем посту, что работы у него много и так далее, и так далее, и так далее. Но он такой, знаете, трудоголик, как в том анекдоте, чем отличается трудоголик от алкоголика? Алкоголик не дает покоя только своей семье, а трудоголик не дает покоя всем остальным. Ренат Баширов как будто бы сейчас остается на своем рабочем месте, однако, по моим сведениям, в общем-то, судьба его решена, и тут надо подумать, почему это происходит, и действительно ли Радий Хабиров отчаянно жертвует ближайшими соратниками ради очистки кадровых ресурсов своих и кадрового состава своей администрации. Действительно, Ренат Баширов – ближайший соратник Радия Хабирова. В тяжелые времена, во времена изгнания, во времена красногорских событий Хабиров держал Рената здесь, в Уфе, как некого смотрящего, приглядывающего за активами, вникающего в обстановку. Ну, плюс к этому Ренат еще занимался некими подпольными процессами, направленными против Рустема Хамитова. Но это ни для кого не секрет, то есть всякие вот эти мелкие и не очень медийные события – все это были затеи и делишки Рената Баширова. Конечно же, Хабиров не мог бы, ну, не отметить это по предшествии к власти в Башкирии за слуг Рената. Конечно, он помнит о том, что Ренат несколько лет, скажем так, просуществовал в достаточно сложных условиях. Нельзя сказать, чтобы он там нуждался, голодал и бедствовал. Но, тем не менее, конечно, определенный прессинг со стороны команды Хамитова существовал. Хотя, назвать это настоящим прессингом или какими-то преследованиями, конечно, по большому счету нельзя. Никто не охотился за Ренатом, не хватал его за руку, не тащил его в кутузку, не предъявлял ему уголовных обвинений. Хотя, по моему субъективному суждению, кое-какие дела там, конечно, на это дело тянули. Ну, ладно. Так вот, заслуги есть перед Хабировым, конечно же. Один из главнейших и первейших соратников. Но, как всегда водится, многие прошедшие испытания огнем и водой не проходят испытаний медными трубами. Ренат, конечно, человек опытный в плане работы в государственных органах власти. Он много где поработал, нигде подолгу он не задерживался, ну, ввиду там определенных своих неких свойств. Но, тем не менее, он работал и в правительстве в Республике Башкортостан, и в администрации. Недолго, правда, проработал у Хамитова. Хамитов его выгнал с треском. И даже в администрации президента Российской Федерации поработал Ренат Баширов. Там на каких-то, конечно, десятых ролях. Но, тем не менее, по крайней мере, есть такая у него запись в трудовой книжке. Но когда приходит команда Хабирова в Уфу с триумфом, фактически враг, я имею в виду Хамитов, повержен. Там враги трепещут, и в их руках, значит, принятие решений о судьбе, там, целой огромной армии чиновников попадаются возможности, там, и какие-то материальные и прочее, прочее. Вот это испытание, конечно, самое сложное. И мало кто из команды Хабирова это испытание прошел. Мы помним, да, историю с Киреевым, мы помним историю с Полставаловым. Еще там несколько, целый ряд ближайших и не очень соратников, которые погорели, почти погорели, чуть не погорели, ну, и так далее. Да, вот на этих всех вещах, на этих искушениях. Первый этап, вот эта феерия, там, с покупками квартир в Уфимском Кремле, там, с очередями за новенькими ягуарами в салонах, и так далее, и так далее. Все это, конечно, схлынуло, ну, обновил Ренат себе Лексус, безусловно. Но тут, конечно, все дальше пошло хуже. Ренат мужчина серьезный, и покупкой ягуара для своей любовницы он, как бы, не стал заморачиваться, как некоторые, там, не сильно стойкие душой и телом соратники Хабирова. Ренат посерьезнее. Ренат занялся большими экономическими делами. И вот именно на этих больших экономических делах Ренат, конечно, и саккумулировал вот эту токсичность, которую сейчас имеет для Хабирова. Слишком много претензий у силовиков возникло непосредственно господину Баширову. Слишком много кулуарно разговоров и действительно событий, которые случились именно вокруг Рената Баширова. Эта токсичность, она буквально за год была саккумулирована. Но, как известно, Хабиров своих не бросает, в некотором смысле копируя Владимира Путина. Я думаю, что в ближайший месяц-полтора судьба Рената Баширова будет решена вовсе не в скандальном режиме, а спокойно, кулуарно. И он получит какую-то должность, которая будет имитировать достойное применение его талантам. Но, скорее всего, карьера Рената Баширова в администрации Хабирова закончена. Одну очень важную, существенную особенность надо отметить во всей этой истории с Башировым. Выявились, во-первых, его враги-конкуренты. Вот эта вот поспешная публикация в СМИ, которая запустила Мурзагулов с плясками на костях Баширова, они определили, во-первых, круг тех, кто противоположную сторону занимает, во-вторых, ну вот эти вот инструменты. Не могу сказать, что Баширов проиграл Мурзагулову. На самом деле в Белом доме достаточно много этих группировок. И в данном случае Баширов скорее проиграл некому Уралу А. Я пока его называю вот так. Это достаточно серьезная группировка, причем группировка экономическая. И она, в общем-то, никакого отношения почти не имеет к политике. Это ребята суровые, с большими интересными проектами, которые там действительно ходят по краю лезвия и, в общем, извлекают большие барыши. И тут Баширов просто проиграл этим ребятам. Скорее всего, это мое, конечно, предположение. А Мурзагулов просто здесь, как говорится, спалился. Еще одной громкой отставкой прошедшей недели было увольнение заместителя руководителя Госкомтранса Азата Калимулина. Ближайший соратник Мухаммедьянова, в прошлом руководитель Башавтотранса Азат Калимуллин прославился вот этой странной закупкой крупногабаритных автобусов, газомоторных автобусов, по поводу которой против него даже возбуждали уголовное дело, когда он купил фаза за 630 миллионов рублей 51 низкопольный автобус, хотя мог бы купить через Сбербанк Лизинг за 586 миллионов, сэкономив целых 52 миллиона. В тот раз Азату Калимуллину удалось убедить правоохранительные органы и суд, я так понимаю, в том, что это не было преступлением. Но, в общем, отставка господина Калимулина, так или иначе, это, конечно, удар по Мухаммедьянову. Господин Калимуллин был очень дорог Мухаммедьянову. Мухаммедьянов всячески его продвигал. Уж на какой там основе были основаны, построены вот их вот эти теплые отношения, но это реально, как говорят, человек Мухаммедьянова. Судя по всему, позиции Тимура Рафисовича начинают ослабевать, особенно на фоне последних атак на него со всех сторон, включая даже штаб Навального, там подключили, в общем-то, какие-то совершенно мега силы. В принципе, конечно, господин Калимуллин не был светочем в темном царстве, не приносил особой пользы для республики, и, соответственно, сожалеть об его отставке, наверное, не стоит. Как я и предполагал, после Нового года, уже в феврале, начали разворачиваться события вокруг предстоящей летом переписи населения. И главным конфликтом, главной интригой этой переписи будет соотношение башкирского и татарского населения в республике Башкортостан. Стороны, как говорится, уже обменялись ударами. Я имею в виду республику Татарстан и республику Башкортостан. На прошедшей неделе с высокой трибуны парламента республики Татарстан прозвучали достаточно тревожные заявления парламентариев этой республики. В частности, Рамиль Тухватулин выступил с пространным заявлением о том, что он опасается фальсификации результатов переписи на территории республики Башкортостан, что, в свою очередь, вызовет снижение количества татар, вообще зарегистрированных в Российской Федерации. Господин Тухватулин уже сообщил, или, по крайней мере, предположил о том, что в былые времена количество татар таким образом было снижено на 150-200 тысяч человек. И в этот раз, в этой переписи произойдет то же самое. Но, в общем, очень много нелестных эпитетов прозвучало в адрес администрации руководства республики Башкортостан. В ответ на это, в малозначительных вторичных изданиях, электронных изданиях, на самом деле, с довольно-таки низкой аудиторией, в республике Башкортостан прозвучались практически зеркальные обвинения в отношении татар. Их предполагаемых попыток занизить количество башкир, например, на северо-западе республики Башкортостан, о каких-то эмиссарах, которые уже выехали в бесчисленном количестве в эти районы республики, и так далее, и так далее. Некий господин Юсупов, большой специалист по этим вопросам, пространно рассказывал читателям этих безвестных интернет-ресурсов о том, как злобные татарские эмиссары на севере-западе республики Башкортостан сеют раздрай и раздор между братскими народами татарами и башкирами. Собственно, то, в чем обвиняют башкирские товарищи татарских товарищей, оно на самом деле даже более угрожающе звучит, чем наоборот, потому что Башкирия здесь опять оказалась в положении защищающегося. Вот эта предполагаемая война уже идет на территории Башкирии, а не на территории татарии. Башкирия не претендует на занижение количества татар или увеличение количества татар на территории Татарстана. И, собственно, конечно, ну вот здесь Башкирия выглядит, в общем-то, уже отступающей. Ну, это, в принципе, объяснимо тем, что, во-первых, конечно, численно татарский этнос существенно превосходит башкирский, и это объективно. И, во-вторых, конечно, ну, возможности двух республик уже, очевидно, не равны. Я не могу пока сказать точно, существуют ли эти тайные боевые отряды татарских эмиссаров, которые пытаются фальсифицировать или исказить грядущую перепись. Я не знаю, насколько эффективно, неэффективно этому будут противостоять здесь у нас в Башкирии. Но я знаю точно то, что обе стороны, в первую очередь, это власти и той и другой республики, это непростой народ, заинтересованы в том, чтобы, ну, коренного этноса республики, каждой в отдельности республики было больше. То есть татары заинтересованы, чтобы в перепись попало максимальное количество татар. И Башкирия, администрация власти в Башкирии заинтересована в том, что максимальное количество башкир было записано по этой переписи. Причин здесь много, мы об этом еще будем много говорить впоследствии, разберем это, может быть, пригласим какого-нибудь специалиста, потому что тут я не очень большой специалист. Однако я вижу то, что, например, скажем, внутриполитический блок в республике Башкортостан, это все вот эти вот гении Кельсинбаевы, Бодрановы и их, в общем-то, фактический начальник Мурзагулов, они, конечно, тут, скажем так, пропустили некий момент, готовность была упущена, то есть готовиться надо было еще в прошлом году, по крайней мере, составлять планы и представлять, что случится. Ну, сейчас они, как говорится, в роли догоняющих выступают. Удастся ли им там как-то хотя бы чуть-чуть перехватить инициативу, не уверен, учитывая их способности и кондиции, конечно, вряд ли. Имитировать возможно. В конечном итоге все вернется и свалится к тому, что они будут обвинять злобного оппонента Татарстана в этих вот происках. Уже начали это делать, еще не начав предпринимать каких-то серьезных действий. В общем, будем наблюдать. Тема переписи все чаще и чаще будет появляться в повестке дня. На прошедшей неделе в Уфе случилась буря в стакане горячей воды. Я говорю о неком событии под названием Стоп Баш РТС. Если расшифровывать это подробно, то это движение, собрание, некое массовое мероприятие пока еще в закрытом режиме, которое требует остановить башкирские распределительные тепловые сети. По сути, конечно, звучит все это очень абсурдно. Звучит это как протест против коммунальной услуги. Сразу же на ум приходит развитие этой темы. Стоп электричество, стоп телефон, стоп общественный транспорт, стоп горячая вода и так далее. До чего еще договоримся, непонятно. Но все это основано, естественно, на истории с завышением стоимости коммунальных услуг и вот этом перерасчете стоимости за отопление, который накрыл, в общем-то, всю республику и с которым не справился господин Беляев. Вот здесь, на мой взгляд, включились некие технологии, когда под покровительством администрации, напрямую администрации главы и в управляемом режиме был выпущен пара недовольства жителей. Почему я так говорю? Потому что я проанализировал тех, кто все это затеял. Смотрите, кто стоит у руля этой ситуации. Альберт Рахматуллин, Диана Демидова, Иван Алпаев. Ну, по сути, это дежурные бунтовщики по республике Башкортостан. Их выпустили на арену. Они собрали недовольных бабушек и дедушек, пошумели в зале, потребовали, в открытое пространство потребовали справедливости, законности и порядка, что, собственно, никто никому не запрещал, и тут же получили согласование на митинг. У нас пройдет митинг против горячей воды или против отопления, я не знаю. Ну, в общем, конечно, выглядит это все достаточно потешно, прямо скажем. По последним временам даже немножко как-то жалко, потому что, ну, хотя бы сменили бы труппу. Потому что выглядит это действительно немножко уже, ну, натянуто и искусственно. Многие это уже понимают. Но, тем не менее, митинг разрешен. Припомните, какой у нас еще митинг в последнее время разрешали. Вот. Но у нас разрешены митинги только за, а не против. Соответственно, это митинг за. На прошедшей неделе стало известно, что издательство «Башкортостан» все-таки будет банкротиться. Год прошел после того, как было громко заявлено, что «не допустим, спасем, возродим». Замечательное. Невозможно остаться без него республики и так далее, и так далее. У руля всей этой ситуации стояли гласные и негласные кураторы средств массовой информации республики. Борис Мелкоедов и Ростислав Мурзагулов. Они все, значит, рулили, бурно занимались этим процессом. Кончилось это тем, что стало очевидно, что интересовали их только физические активы в этой всей истории. Имеется в виду дом печати. Тем не менее, теперь придется банкротить это издательство. В общем, опять какие-то разговоры о том, что объединим в этом здании все СМИ республики, о чем речь идет совершенно непонятно, и согласны ли СМИ республики объединяться в этом здании. Это пример того, как не надо было руководству республики идти на войну и реализовывать идеи вот этих вот частных лиц, так или иначе облаченных государственной властью. В последние годы рейтинги составляются о чем угодно. Рейтинги стоимости, значимости, успешности, провальности и так далее. В последнюю неделю республика Башкортостан трижды попадала в рейтинги, которые, прямо скажем, не положительно характеризуют ситуацию в регионе. Во-первых, это рейтинг качества жизни, в котором республика Башкортостан по России заняла 25 место, а Татарстан, для примера, 4 место. При том, что Татарстан поднялся на одну позицию, а Башкортостан так и остался на своей позиции, на своем 25 месте. Это, к слову, о возможностях, о потенциале и о перспективах, например, победы в этом споре вокруг переписи. Конечно же, республика Татарстан в последнее время, да и последние годы, прямо скажем, занимает более доминирующую позицию в отношении Башкирии. Вторым рейтингом стал неожиданный такой экзотический рейтинг опасности для ресторанов и магазинов. Так вот, Башкирия тут как раз в лидирующих. А именно УФА заняла второе место после набережных Челнов в огород соседей Камушек по степени опасности ведения бизнеса. Очень нехороший, на самом деле, показатель. И выстраивался он на основе анализа частоты и количества вызовов полиции и групп быстрого реагирования по вот этим экстренным кнопкам. И третьим рейтингом стал рейтинг Общенародного фронта, организацию, которую нельзя заподозрить в какой-то экстремисткости или оппозиционности. Так вот, Общенародный фронт провел рейтинг регионов, где чаще всего производится ремонт дорог с нарушением технологии. То есть ремонт дорог, когда асфальт кладут в воду или в снег. И вот Башкирия заняла лидирующую позицию по этому негативному критерию. В общем, это, конечно, тоже не красит ситуацию в нашем регионе. И конкретная претензия к господину Мухаммедьянову. Ситуацию с негативными рейтингами Республики Башкортостан по разным позициям на прошедшей неделе попытался исправить Рустам Ахмадинуров. Руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Республике Башкортостан и депутат Госсобрания по Нефтекамскому избирательному округу. Так вот, господин Ахмадинуров, который является тоже ярким представителем Красногорской команды, из числа тех, кто не выдержал испытания медными трубами, каким-то странным образом попытался рассказать нам на эхе Москвы о том, как на самом деле все замечательно в Башкирии. Как растет рейтинг доверия власти, как власть становится более открытой. Этот депутат на букву «М» – так я буду называть Рустама Ахмадинурова, потому что он, например, меня упомянул в этом эфире как политолога на букву «П». Рустам Маратович пустился во всякую казуистику и всевозможные теории заговора, упоминая знакомых и незнакомых людей буквами и аббревиатурами. Внимание, конечно, привлекает сама фигура господина Ахмадинурова. Его деятельность в последнее время в политическом пространстве республики, прямо скажем, Рустаму Маратовичу не нашлось должного применения, по крайней мере, он рассчитывает на большее, чем имеет сейчас. Он уже в своих мечтах побыл министром образования, вице-премьером правительства, даже спикером парламента республики Башкортостан. Теперь Рустам Маратович мечтает о мандате депутата Государственной Думы и всячески пытается намекать своему руководству и своим покровителям на то, что пора бы его уже начать готовить к этой новой ипостаси. Однако в хозяйстве у Рустама Маратовича все не слава богу. Возглавляя исполком партии «Единая Россия», Рустам Маратович, конечно, там наделал разных странных и, я бы сказал, подозрительных дел, настолько, что сейчас из Москвы, из федерального аппарата партии «Единая Россия» в Уфу выдвигается некая инспекция для проверки деятельности исполкома партии «Единая Россия» в республике Башкортостан. Причем проверка должна быть всеобъемлющей, в том числе и по хозяйственной, и по финансовой линии. Вот здесь, конечно, могут возникнуть проблемы. И проблемы этим могут, в общем-то, быть в сущности самой структуры управления исполкомом партии «Единая Россия» в республике Башкортостан. Рустам Маратович в отчаянии пытается ассоциироваться с Хабировым в этой ситуации. В последних публикациях он даже как-то так по-небратски называет Хабирова секретарем. Так вот, без продолжения, да, то есть он его называет секретарем. Ну, действительно, Хабиров стал руководителем, формальным руководителем партии «Единая Россия» по республике Башкортостан. Есть такая должность там секретарь исполкома. Но технически, экономически и финансово исполкомом все еще руководит господин Ахмадинуров. И он же отвечает за все финансовые проблемы и явления внутри этого исполкома. Так вот, Ахмадинуров создал какую-то странную очень ситуацию, когда, например, его помощница, госпожа Хамиева Гульнара Рашитовна, женщина, которая сопровождала его в красногорском изгнании, как теперь принято говорить, вдруг обрела какой-то неимоверный и, на мой взгляд, необъяснимый финансовый успех после возвращения красногорской команды в Уфу. Госпожа Хамиева, не обладая медицинским образованием, с неожиданным успехом занялась поставками в сфере медицинского оборудования и медицинских компонентов для Минздрава Республики Башкортостан. Это очень сложная, очень трудная, на самом деле, сфера поставок и бизнеса. И не все врачи профессиональные в состоянии работать в этом бизнесе. Однако госпожа Хамиева проявила недюжинные таланты в этой области. Я не стану ассоциировать ее успех только с тем, что она является помощницей Рустема Маратовича, однако многие, в том числе и сотрудники исполкома партии «Единая Россия» относят это именно к этой причине. То есть, что успех госпожи Хамиевой напрямую связан с ее взаимодействием с господином Ахмадинуром. Кроме всего прочего, на финансовом фронте у партии «Единая Россия», конечно, не все здорово, например, с обещаниями. Мы помним, как Рустем Маратович громко пообещал собрать средства в фонд «Иман». Да все, значит, партийцы пожертвуют, все взносы внесут там и так далее, и так далее. И речь идет о финансировании строительства хосписа. Однако на деле все получилось не так гладко. На самом деле сбор средств был провален. Я не знаю, будет ли задан вопрос господину Ахмадинурову, но, тем не менее, вот этот проект был провален. Еще одним признаком того, что не все, слава богу, в финансах партии «Единая Россия» в Республике Башкортостан, является то, что сотрудники финансового блока в исполкоме, ну, прямо скажем, начинают разбегаться. Заместитель главного бухгалтера, многие другие покидают спешно свои должности, потому что, ну, суть по всему, не хотят быть вовлечены в процессы, связанные с этой проверкой. Еще одним моментом, который, ну, можно отнести косвенно к проблемам хозяйства Ахмадинурова, можно, конечно, считать и деятельность господина Ахмадинурова непосредственно в Нефтекамске. Но это отдельная история, потому что, ну, вот в процессе выборов Рустам Маратович был очень серьезно туда вовлечен. Ну, и последнее, что хотелось бы сказать об этом выдающемся деятеле партии «Единая Россия» по Республике, это то, что на прошедшей неделе Рустам Маратович стал яростно отстаивать свое право фотографироваться и перерезать ленточки в момент пуска объектов, которые, например, построены в рамках национальных проектов. Рустам Маратович применил сложную и, на мой взгляд, не вполне бесспорную логику о том, что так как он является членом партии «Единая Россия», а партия «Единая Россия», например, представлена в парламенте Российской Федерации, а парламент Российской Федерации, например, утверждает бюджет, вот тогда он, Рустам Маратович, имеет право везде бегать с ножницами и перерезать ленточки вокруг любых открывающихся объектов. Эта тема, конечно, бездонная, но, прямо скажем, смешная. Вообще, Ахмадинуров, конечно же, становится токсичной и отягощающей фигурой, я имею в виду, для высшего руководства Республики Башкортостан. По-моему, там уже задумались, что же с ним делать и куда бы его деть так, чтобы он уже больше не отсвечивал и перестал, в общем-то, вызывать вот эти вот поводы для скандалов и разборок, но пока решение еще не найдено. В предыдущих выпусках я обещал поразбираться с историями гаражных кооперативов, которые пытаются уничтожить Республики и в Уфе. На прошедшую неделю я созвонился с некоторыми представителями вот конкретно двух гаражных кооперативов, это гаражный кооператив «Горный» и гаражный кооператив «Жуковский» в Уфе, и выяснил подробности того, что там происходит. На самом деле, как я и предполагал, ситуация там сходная. Интересы и мотивы происходящего абсолютно идентичны. Город заинтересовала земля, на которых расположены эти гаражные кооперативы. Вообще, эти кооперативы очень давно существуют. Например, гаражный кооператив «Горный» существует 45 лет. Гаражный кооператив «Жуковский» существует 21 год. И вот эти кооперативы теперь городские власти вознамерились демонтировать. Безусловно то, что оба кооператива на самом деле до конца не имели 100% юридических прав на свои земельные участки. Однако в далекие, даже советские времена, они получили разрешение на свое существование, и в принципе это надо было переоформлять. Однако городская администрация на протяжении всех этих лет всячески уклонялась от того, чтобы дать нормальные, внятные документы для этих кооперативов. Что само по себе позволяло манипулировать ситуацию, и вот сейчас мы наблюдаем эту манипуляцию. В обоих случаях, что с гаражным кооперативом «Жуковский», что с гаражным кооперативом «Горный» происходит отъем земельных участков. Но с «Жуковским», который расположен в Сипаилово на «Жуково-2», там ситуация значительно хуже, уже осталось всего 60 гаражей из 500, и фактически процесс отъема земли уже завершается. В гаражном кооперативе «Горный» все несколько лучше, осталось там порядка 500 гаражей из почти 800 изначально существовавших, и борьба все еще продолжается. Собственно, в чем интерес? Интерес в участках земли. И не только в участках земли, а в том, что расположено рядом с этими участками земли. В обоих случаях, рядом с участками, на которых находятся гаражные кооперативы, находится некий недострой, который можно достроить, и в некоторых случаях нужно достроить. В случае с гаражным кооперативом «Жуковский», прилегающую территорию планируется, и территорию, естественно, кооператива планируется застроить высотками, как будто бы компенсируя расселение аварийного подъезда по адресу Жуково-5. Вот прикрываясь этими благими намерениями, пока еще не выясненный потенциальный застройщик, который там претендует на эту территорию, очень активно подключился к демонтажу вот этого гаражного кооператива «Жуковский». Причем происходило это зачастую даже с какими-то противозаконными нотками и окрасками. На самом деле, в мае-июне 2019 года происходили вполне себе детективные события. Несмотря на то, что в гаражном кооперативе «Жуковский» все участники кооператива превратились в физических лиц, и кооператив фактически распался, однако в адрес кооператива было вынесено судебное решение, и на основании этого судебного решения против частных лиц были применены вполне себе физические действия. То есть приезжали люди в масках с автоматами, снесли капитальное строение администрации кооператива, почему-то заодно снесли рядом стоящее здание, которое никакое отношение не имело к кооперативу, имеется в виду автосервис и так далее. Весь этот произвол наблюдали и судебные приставы, и МВД, и ничего не сделали, чтобы пресечь этот произвол. Что говорит, конечно, о связке этих властных структур. В случае с гаражным кооперативом «Горный» там все еще сложнее. Участники кооператива уже выяснили интересантов. По их сведениям, которые мне предоставил господин Чертов Станислав Федорович, представитель этого гаражного кооператива, претендует на эту землю опять по СК-6. Что якобы по СК-6 достроит рядом стоящие недостроенные дома «Башинвестдома» в обмен на вот этот участок. В общем, конечно, по именно горному гаражному кооперативу вопросов значительно больше. Там дело в том, что, во-первых, диагностированы карсты на этом участке. Они диагностированы там давно уже, установлено, что они там существуют. Во-вторых, фактически гаражный кооператив «Горный» расположен над стратегическим хранилищем Государственного резерва. Там вот этот знаменитый загадочный тоннель, который в горе, в котором что-то хранится, никто не знает, что там находится и что является государственной тайной. Так вот, этот кооператив находится над сводами этого хранилища. Каким образом по СК-6 и городская администрация собираются узаконить там стройку, совершенно непонятно, но война за землю в Уфе продолжается. В прошлом, в 174-м выпуске, мы упоминали неблагополучную ситуацию в Довлекановском районе с вывозом мусора. После выхода этого упоминания на меня обрушился шквал упреков и претензий из Довлекановского района о том, что мы использовали недостоверные фотоматериалы. Я разобрался, действительно, эти фотоматериалы не вполне отражают ситуацию в Довлеканово и не относятся к этому району. К сожалению, я пошел на поводу недобросовестных корреспондентов наших и наших зрителей, видимо, которые прислали нам эти кадры, не проверил, поторопился, но это не отменяет ситуацию с мусором в Республике Башкортостан. И вообще мы с помощью этих фотографий иллюстрировали то, что происходит с мусорной реформой, и речь шла о господине Беляеве. Я не понимаю, почему господин Мухамедзианов, глава района Довлекановского, так возбудился, что вот такое количество обращений к нам было. Ну ладно. Но забавным является то, что пока мы припирались с Довлекановским районом о достоверности или недостоверности этих фотографий, из Довлеканова пришла новость о том, что в адрес главы Республики Башкортостан пришло массовое обращение с требованием об увольнении господина Мухамедзианова, главы Довлекановского района. Видимо, он так сильно достал уже жителей этого района, что вот они собрались и написали это коллективное обращение. Не знаю, как закончится там эта история с Довлекановым. Судя по всему, действительно в районе не все благополучно. Глава засиделся на своем месте. Возможно, что руководство Республики обратит внимание на этот вполне себе, кстати, интересный с экономической точки зрения район Республики, и, возможно, произойдут какие-то кадровые изменения. Еще одна буря в стакане случилась в Республике Башкортостан на прошедшей неделе. Я имею в виду претензии телепрограммы «Времечка», которую, непонятно почему, в народе зовут шоу Шепелявых, высказала свои претензии к штабу Навального. Дело в том, что штаб Навального опубликовал какой-то там ролик у себя про плохо работающий транспорт в Республике Башкортостан. Что-то как-то там у них с запозданием стали вот эти вот выходить реакции. Так вот, «Времечка» возбудилось на тему того, что Лилия Чанышева использовала кадры, видеокадры, которые «Времечка» чуть ли не полтора или два года назад показывала в каком-то из своих эфиров. В общем, конечно, дело-то, конечно, это пустое, прямо скажем, да, конфликт на пустом месте. И понятно, что вот это шоу Шепелявых, оно действовало по заказу мэрии, понятно почему. Однако, ну, на самом деле, действительно нехорошо воровать видеокадры. Это я тоже буду здесь, наверное, согласен, не то чтобы на стороне этого «Времечки». Но либо нужно снимать самим, либо нужно давать ссылку на, собственно, источник этих видеокадров. Сегодня 22 февраля, завтра 23 февраля. День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Поздравляю всех причастных к службе в армии, к защите Отечества. Не знаю, насколько для современной молодежи это является настоящим праздником, а для тех, кто служил в Советской Армии и в Российской Армии, наверное, так будет еще долго. Передаю привет всем сослуживцам по военной части 22-285. Всем привет, всех с праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин